ну что ребят добро пожаловать на пятый этап форма 1 на грамм при испании собственно этап начинался в принципе неплохо как обычно в практике у нас было очень все хорошо также про программа на квалификацию у нас пошлась аж на третье место как обычно мне показало и в принципе тут совпали и ожидания с реальностью третье место на стартовой решетки перед двумя вильямсами что очень хорошо для нас потому что это показывает то что мы уже ну как минимум имеем хороший болит и мы можем бороться со всем пилотоном кроме вильямса до вильямса нам пока еще далеко но помаленьку потихоньку мы потянемся и в принципе у меня есть такая идея то что может быть мы сможем попытаться выиграть титул еще в этом сезоне то есть я конечно не уверен но посмотрим как пойдет все-таки модифицируем болит на крайне быстро сейчас и за счет этого можно в принципе спокойно на тюрьме еще до середины сезона переходим к стартовой решетки где первое место занял сергей сироткой второе место я занял третье сиба сетки 4 карл сайнс пятый шарли клэр шестой эстабана кон седьмой льюис хэмисон восьмой даниэль рикардо девятый роман гражан и десятый лэн стролл стролл взял себе замены каких-то элементов не знаю чем то связано хотя вот вроде бы болит довольно износостойкий был все таки когда я уходил плюс может быть они что-то вкачали еще также мерседес у нас продолжает проваливаться в 18 место уваль три ботаса что крайне печально как как по мне также сайс неплохо кульфировался на четвертое место и по поводу стратегии у нас два пистопа будет мягкая стратегия так как я не рискнул проходить третий сегмент на софте потому что был в великой шанс что просто не приду туда в третий сегмент мы переходим к старту газу так не я неплохо вытасываясь место не проигрываю как обычно старт ну по отношению к сердцу когда я проиграл его но тут фильм все-таки хотя бы меню не успел пройти везать окончательно он меня начал проходить то уже поравнялись и чуть вышел вперед но по итогу порт мою пользу и по итогу я остаюсь на втором месте но этап я поразил довольно сильно в том то что как мы будем ехать на кой он будет темп итоговый стартовая камера собственно вот фетель с левыми пытается пройти тут же сайенс пытался меня справа но ему не хватило просто по темпу меня догнать но по итогу я суппозицию отвоевала и также еще леклер попытался пройти сайенса по внешней траектории позади кими сражался с магнусоном кими не мог никак партии нормально уже манусона то есть не мог от него оторваться они бок о бок шли большую часть трассы также перед ним еще раз был сбокировал колесо из-за этого не тормозились намного жестче вот кими вроде бы вышел вперед но магнусон тут же перекрестил траекторию и тут же он опять с ним поравнялся и прошел почти и по итогу они так вот друг друга замедляли от предыдущего пилотона и начали потихоньку даже отставать в какой-то момент конечно да кими вырвался вперед по отношению к магнусону именно в уже третьем сегменте в затяжном правом повороте но все-таки время было проиграны немало довольно так и с такими более-менее смог разобраться с этим хасом тут же на этот же хас напал уже и чака перес который смог упройти окончательно ну и так вот позади пилот он потихоньку разбирался по полу темпа я спокойно мог держаться за сироткиным в первом во втором сегменте то есть поворотов у нас было больше скорость что меня поражал потому что по сути увидимся должна быть больше скорость поворотах потому что у них прокачивая динамика как-никак у них должно быть больше прижима на поворотах но как я вижу вот я прохожу довольно быстро только напрямую были проблемы с сироткиным также фетами который пытался пройти на прямой я перекрытил траекторию и вернулся вторую позицию но после питов это смог уже провести более успешно атаку на меня так как у меня уже не было никого слип стрима и дресса по отношению к сироткину который оторвался и поэтому без каких-либо проблем фетель меня смог пройти конечно ненадолго на следующем круге уже мне был дресс по отношению к фетлю и за счет слип стрима я спокойно его догнал ну и также легко я перейдил по внешней траектории поворота собственно после этого я погнался за сироткиным которого окончательно тогда спустя пару кругов так как он уперся немного в эрикс на предыдущего который еще не шел на пистоп и едет на стратегии в один пит из-за чего я его слегка толкнул и за счет этого поравнялся с сироткиным и смог его уже пройти в окончании второго сектора ближе к нему и также на обратной прямой за счет тресс и слип стрима я тут же стал утаковать эриксона потому что если я его не пройду до начала третьего сектора у меня будут проблемы в плане того то что и у меня будет слишком сильно замедлять а сироткин получит дресс как-никак и напрямую меня сможет спокойно пройти но по итогу я прошел эриксона и сироткин уже был в секунде от меня давно был дресс напрямую не было больше скорости но это никак ему не помогло потом через какое-то время уже фетель начал присылать пытаться этот заубер но у него не так все легко получилось зауберам по итогу он прошел его в затяжном правом сначала но потом заубер просто перекрестил траектории и все три пришлось много еще поесть боку бокса зауберам потом уже позади и нарисовался у нас тролл который прорвался 10 место и вместе с эриксоном они попытались пройти фетеля в первом повороте но у эриксона не вышло и он потел сразу еще и позицию по отношению к столу собственно борьба за первое место между мной и фрестаппином который идет на стратегии опять же один пистоп по итогу я спокойно прохожу без каких-либо проблем и да кстати сиротками еще пошел почему-то на стратегию супер софт софт медиум хотя по идее можно спокойно идти как я на супер софте и двух софтах ну возможно конечно не осталось просто покрышек и за круг еще за пару кругов до качания гонки у сайенса случаются проблемы с двс у него падает мощность и весь потом что он собирался с собой через какое-то время начало просто проходить и по итогу он опустился с 6 место до 12 причем не совсем до 12 потому что в конце он со хюлькенбергом боролся но так как я закончил гонку игра решила воспользоваться этим моментом просто поставила его сразу на 12 место хотя в теории мог еще просто за 11 ну да ладно принципе это не сильно как-то меняет суть собственно первое место для нас что очень хорошо я бы даже сказал удивительно так как я просто не ожидал то что мы сможем бороться уже на пятом этапе с вильнюсами да в теории у сироткин могли быть какие-то проблемы с двс почему он не мог ехать быстро там каких-то моментах хотя вроде напрямую была скорость но не было скорости просто на поворотах это было очень сильно даже видно то что мы просто держаться за ним и это не наталкивает на тот момент то что аэродинамика если вкачать полностью у нас будет очень хорошая скорость поворотах потому что сейчас нам вкачан на половину так сказать потому что съесть по одному в среднему элементу еще в задней передней динамики есть одно глобальное так что наша была наша задача это вот прокачивать именно скорость на прямой то есть в данный момент мы проигрываем по этому параметру вильямсу но думаю тут очень скоро мы сможем уже сравняться с ними по скорости поскольку в монако нам прижать два элемента на мощность да это монако там это будут бесполезные элементы опять же кстати данный этап нас ничего не приезжало из элементов и несмотря даже на это мы смогли как-то вот показать хороший тем по поводу контактов их просто не было только сошедший один бренд харкли где-то в начале гонки и все что меня сильно поразило потому что ни в какой этапе у меня такого еще просто не было даже банально собираем ресурсы как обычно ну и тут особо выбора нету ну что качать потому что прошлом этапе не брал эту модификацию глобально снижение любого сопротивления так что взял уже на этом этапе собственно на это ребят с вами был warhammer подписывайтесь на канал ставьте лайки и вступайте в группу vk пока пока и удачи